Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Таран и приветствую вас на своем канале. Сегодня в данном видео мы с вами поговорим про регистрацию для получения рабочей визы в Польше. Потому что один из обязательных шагов для получения польской визы, это, конечно же, подача документов. Сделано это может быть несколькими способами, которые в разных странах могут отличаться. В этом, по сути, есть у людей небольшая путаница. Как же, во-первых, правильно подавать, куда подавать документы и как правильно их подавать. Так вот, где-то требуется предварительная регистрация, а где-то можно пройти в порядке общей очереди. Многое, опять же, зависит от типа вашей визы, которую будете открывать, и от места самой подачи. Но в данном видео мы с вами, конечно же, подробно разберем именно те способы, это как зарегистрироваться на визу в Польшу именно для рабочей визы. Это рабочая виза тип D. Поэтому досмотрите данный ролик до конца. Так, где же можно записаться на подачу на визу в Польшу? Сразу предупрежу, что этот видеоролик, мы затронем здесь вопросы для всех стран. То есть я попытаюсь понемножку захватить для всех стран, чтобы вы понимали, как же происходит подача на визу. Так вот, Польша, в отличие от некоторых других стран Европейского Союза, она делегировала свои полномочия по приему документов именно визовым центрам. То есть можно подавать и шенгенские, и национальные визы можно оформлять с помощью визовых центров. Так вот, есть такой визовый центр, как VFS Global, который ранее был в Украине, и он также есть в Беларуси, где принимают документы. То есть это такой официальный посредник, который принимает документы и передает их дальше в консульство. Но в Беларуси, да, остался VFS Global, в Украине уже год. Это другой визовый центр, это TLS Contact. Поэтому там регистрация происходит в Украине именно через TLS. Поэтому там есть такая специфическая форма записи, которая немного отличается от привычной стандартной нам в консульстве. Поэтому если вы из Украины, если вам нужна рабочая виза в Польшу, то можете обращаться. Я помогаю полностью как с заполнением полностью анкеты, регистрации в консульство, подготовка всех документов, приглашения, страховка, анкета, дополнительные сопроводительные документы. А также могу полностью за вас отправить все документы в консульство и получить их обратно. Поэтому если вас интересует это, то контакты вы видите на своем экране. Но также есть, я уже сказал, это второй способ подачи. Он доступен для тех стран, где подача документов происходит именно лично в консульстве. То есть, для примера, чтобы вы понимали, это такие страны, как Грузия, Армения, Молдова, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и так далее. То есть, это в основном большинство стран принимают напрямую через консульство. Поэтому в этом видео мы с вами конкретно разберем подачу документов и регистрацию на визу именно через консульство. Какой же такой алгоритм вот этой регистрации? Так вот, посольство принимает документы на оба типа виз по общей схеме. Это национальная виза и шенгенская виза. То есть, два типа виз. Более того, процедура самой регистрации во всех рассматриваемых странах, она одинаковая. То есть, что вы будете регистрировать Грузия, либо Армения, либо Молдова. Процедура везде одинаковая. Меняется только тот тип страны, для которой вы регистрируетесь. Так что же нужно для подачи на визу? Во-первых, для этого вам потребуется выполнить ряд шагов. Первое, ну, понятное дело, у вас должно быть уже рабочее приглашение в Польшу. Это самое главное. Если у вас его нет, то можете обратиться, я с этим также помогаю. Так вот, когда у вас есть уже рабочее приглашение в Польшу, вам нужно сделать это заполнение и регистрация самой анкеты. Это наша тема видео. Заполнение, регистрация, анкеты. Производится это через такую систему, как Е-Консулат, в которой можно заполнять заявление и одновременно зарегистрировать его. Если не знаете, ссылку я оставлю внизу в описании под видео, чтобы вы могли туда перейти, если вы хотите, например, сделать регистрацию. Но сразу вас предупрежу, что, к сожалению, запись через Е-Консулат, она такая, это такой довольно трудоемкий процесс со своими нюансами. Поэтому, если вы не разбираетесь, как это делать, если вы делаете это первый раз, то советую вам обратиться к специалисту, чтобы это сделать правильно. Потому что, если вы сделаете что-то неправильно, допустите ошибки, то поменять эти ошибки уже потом будет нельзя, если они грубые. И в таком случае вам просто могут потом не выдать визу, отказать визе из-за того, что у вас ошибки. Поэтому, если вам нужна помощь с регистрацией, с заполнением в Е-Консулат, то можете обращаться ко мне. Контакты видите на экране, я вам с этим помогу. Поэтому можете смело переходить в WhatsApp, Viber, Telegram, все мессенджеры есть. Оставлю ссылку, как я сказал, в описании под видео. Там идет регистрация, происходит в два этапа. Первый этап это первичная регистрация, где консульство проверяет ваше приглашение на подлинность. Настоящее оно или нет. Если ваше приглашение настоящее, легальное, выдано все официально через Ужонтпрац, либо через воеводство, то в таком случае вам придет вторая ссылка уже на заполнение полной анкеты. Если же ваше приглашение поддельное, ненастоящее, допущены ошибки работодателям, то вам консульство откажет и напишет, пришлет такое письмо, что, к сожалению, ваше приглашение не прошло проверку. Это может быть, в редких случаях может быть сбой в консульстве, стоит попробовать еще раз. В большинстве случаев, то это приглашение просто либо фальшивое, либо с ошибками, либо вы что-то сделали не так при регистрации. Поэтому, опять же, если вы вдруг получили приглашение, сомневаетесь, обманывают вас или нет, я также могу помочь вам разобраться, настоящее это приглашение или нет. Это первый пункт. Предположим, вы сделали регистрацию. После окончания заполнения вам будут предложены на выбор, это даты посещения посольства, либо консульства. Такая система, например, происходит это в Грузии, где можно выбрать дату. Но в большинстве стран это жеребьевка. То есть, жеребьевка это такой процесс, когда вы заполнили полностью вашу вторичную анкету, ваши данные отправляются в консульство, и каждую неделю в порядке, в случайном порядке выбирается определенное количество людей, которым назначат и вот этот приход в консульство. То есть, может быть такое, что человек, который подавал документы позже, получит дату раньше, чем тот, кто подавался раньше, получит ее позже. То есть, там нет определенной очереди конкретной, там все идет в таком случайном порядке. То есть, называется жеребьевка, потому что выбирается случайным образом. Поэтому будьте к этому готовы. В некоторых странах жеребьевка занимает несколько недель, в некоторых странах пару месяцев, в некоторых странах даже до полугода может занимать. Например, такая страна, как Узбекистан. Хотя, недавно у меня люди получали дату за две недели в Узбекистане. То есть, опять же, зависит все от случая. То есть, это второй пункт. Третьим пунктом, когда вам назначат дату подачи, вы уже знаете, в какой день, в какую дату вам нужно прийти в консульство. И все, что вам останется сделать, это собрать полный пакет документов и прийти в то консульство, на которое вы зарегистрировались в назначенный день с готовым пакетом документов. Если не знаете пакет документов, я делал про это отдельное видео. Можете посмотреть на канале, либо же обращайтесь опять ко мне. Я вам все детально помогу и расскажу. Также хочу обратить ваше внимание на именно то консульство, в котором вы можете подавать на визу. Первое, что хочу сказать, что вы должны подаваться в том консульстве гражданином страны, которой вы являетесь. То есть, если вы гражданин Грузии, например, то подаетесь конкретно в Грузии. В Армении, в Армении. При каких случаях можно подаваться в другой стране, отличной от вашего гражданства? Это можно делать при наличии вида на жительство той страны, где вы хотите подаваться. То есть, например, предположим, вы гражданин Туркменистана, но работаете в Турции, у вас есть вид на жительство. Можете подаваться в Турции в таком формате. То есть, вы можете подавать на польскую визу, не в своей стране, если у вас есть ВНЖ. То есть, можете подавать по месту вашего фактического жительства. То есть, в этом случае будут применяться нормы, установленные для страны подачи. То есть, если будете условно подаваться в Турции, то там немножко пакет документов отличается. Вы подаетесь по тем пакету документов Турции. То есть, таким образом, иногда полезно знать правила соседних стран. Но также важно понимать, что если в вашей стране нету консульства Польши, например, мы говорим про такую страну, как Туркменистан, там нету консульства Польши, либо Таджикистан, то в этом случае они подаются в ближайших странах. Например, Туркменистан подается в Азербайджане, а Таджикистан подается в Узбекистане. То есть, в этом случае вид на жительство не нужен, потому что в их стране гражданства нету польского консульства. Поэтому они могут сдавать в дипломатическом учреждении, то есть в консульстве ближайшей страны. Опять же, будьте с этим внимательны, чтобы не наделать ошибок. Ну что же, друзья, вот такое вот видео. Постарался объяснить, вкратце рассказать про регистрацию в консульство. Опять же, напомню, если вам нужна регистрация, заполнение анкеты, обращайтесь, контакты видите на экране, чтобы не допустить ошибок, я вам с этим помогу. Еще раз напомню, меня зовут Андрей Таран, обращайтесь, все контакты видите у себя на экране.